Дефицита угля в столице не ожидается, об этом заявили в Акимате Астаны. Обещают власти и сдержать цены на топливо. Сейчас они держатся на отметке в 15 тысяч тенге за тонну. Мои коллеги выяснили, как проходит подготовка к зиме. Ербулат Киркеев уже 20 лет доставляет уголь. Говорит, дело доходное и для общества полезное. Помогает астанчанам и жителям пригородных сел готовиться к зиме. Возитель уверяет, на угольных тупиках топлива более чем достаточно. Мы сейчас возим уголь в пригород, в Целиноградский район для нуждающихся граждан. Сейчас мы поставляем шубаркольский. Кто-то просит 5, кто-то 7 машин. С наступлением холодов очереди за углем на складах стали заметно длиннее. Но ажиотажа нет. Топлива хватает всем, говорят продавцы. Вот сегодня подвезли еще 10 вагонов. Это 690 тонн. Примерно такое количество мы сразу и продаем. Покупают не только астанчане, но и жители поселка в Жбек-Жилэху и Анды Ильинка. В Астане 11 точек по продаже угля. А в городе всего около 12 тысяч домов, которые обогревают твердым или дизельным топливом. В Акимате столицы рассказали, как помогли водителям ускорить процесс доставки. В планах до конца этого года поставить еще 365 тысяч тонн. Этого количества вполне хватает. Мы отработали с полицией. Теперь тех водителей, которые перевозят уголь по городу с путевым листом, они не останавливают. К слову, между предпринимателями, поставщиками угля и Акиматом подписан меморандум о сдерживании цен на твердое топливо. Например, уголь Харажера сейчас продает по 15 700 тенге за тонну. А то нашу Баркульского стоит 15 100 тенге. Асим Жан Жузбаева, Татьяна Рудометова, Астана Таймс.